Четыре команды, чемпионские амбиции и накал страстей. Спорткомплекс «Юбилейный» в этот день стал бейсбольной ареной, то есть площадкой для открытого чемпионата спортшколы. Для молодежи это не только возможность побороться за медали, но и шанс поиграть с сильными международными соперниками. В этом году организаторы расширили географию турнира. Это у нас ежегодный традиционный турнир в закрытых помещениях. В этом году решили расширить немножко, пригласили команду из Одессы. Сегодня принимают участие четыре команды. Суплея, две команды из Тираспола и, соответственно, Одесса. Главными конкурентами за золото стали терраспольские тигры и одесские моряки. Все решилось в очной встрече. Два равнозначных коллектива показали динамичный и зрелищный бейсбол. Но в этот день одесситы были сильнее – 9-8. Хищники уступают, а вот черноморцы побеждают в турнире со стопроцентным показателем. Мы, в принципе, вырвали победу в последнем нападении. Опять же, бейсбол – это игра, в которой ничего нельзя предугадать. То есть любая ошибка, любой момент, последняя возможность. Не добежал, добежал. Это было золотое очко, мы его забрали. Ну а две приднестровские команды на пьедестале. Серебро за тиграми, а бронза за бульдогами. Каждый из участников получил не только опыт, но и заряд позитивных эмоций. Турнир очень классный получился, было весело. У нас сильная команда, мы боролись за победу. В этом турнире есть упорные соревнования, соперничество. В общем-то, было много веселья. Дети играли. У всех был настрой запредельный. Я надеюсь, что турнир очень получился у нас. Думаю, что он будет у нас традиционным. В планах организаторов провести юношеский международный турнир в Террасполе. Приглашения получат команды из ближнего зарубежья. Ну а профессиональные клубы готовятся к новому официальному сезону. Старт чемпионата Молдавии запланирован на апрель.